Когда мы говорим о лучевом лечении при саркомах мягких тканей, всегда возникают два вопроса. Это первый, нужна ли вообще лучевая терапия. Второй вопрос, если она нужна, то какая? Предоперационном консте, либо послеоперационная лучевая терапия. Нужно сказать, что информации и публикаций по поводу лучевого лечения саркома мягких тканей не так уж и много. Но вот одной из больших публикаций в пользу лучевой терапии было выполнено большое проспективное исследование, когда две группы больных подбиралось, проведено хирургическое лечение, и пациенты находились под динамическим наблюдением. И вторая группа пациентов проведено хирургическое лечение и проводилась послеоперационная лучевая терапия. Достоверно было доказано, что локальный контроль практически в два раза намного лучше. И поэтому, если говорить о том, что нужна ли лучевая терапия, лучевая терапия нужна. Следующее большое проспективное исследование было проведено канадскими радиационными онкологами, которые создали две группы предоперационная лучевая терапия и послеоперационная лучевая терапия. И было показано, что предоперационная лучевая терапия достоверно показана, что осложнений со стороны послеоперационной раны при проведении предоперационной лучевой терапии значительно больше. Причем эти осложнения могут быть такими серьезными, которые требуют даже дополнительных хирургических вмешательств, вплоть до калечащих операций и ампутаций. Именно вот это исследование отдало предпочтение в пользу проведения послеоперационной лучевой терапии. Достоверная выживаемость не показана при предоперационной и послеоперационной лучевой терапии. Нужно сейчас сказать, что наука не стоит на месте, лучевое лечение тоже. И у нас сейчас есть большой арсенал современных методов лечения. В первую очередь это АМРТ, 3D-комфортная протонная терапия. Это нам позволяет подводить достаточно большие дозы предоперационной лучевой терапии, то есть так называемая стереотоксическая лучевая терапия, которая дает нам возможность в предоперационном периоде в ряде случаев неоперационные опухоли перевести в состояние выполнения хирургического лечения. Во-вторых, предоперационная лучевая терапия проводится за короткий период времени, и разовая очаговая доза достаточно носит агрессивный характер, потому что, в принципе, это высокие цифры. Немаловажное значение, вторая, это вот таблица номер 4, имеет большое значение, если у пациента сахарный диабет, при проведении агрессивных подведений, агрессивных доз нет ли дерматитов, это тоже имеет большое значение на осложнение, и преимущества 3D-комфортного МРТ-исследований протонной лечения тоже показали свое преимущество по отношению с послеоперационной лучевой терапией. Ну, в настоящее время уже разработан проект по использованию лучевой терапии при саркомах мягких тканей, и что это, в принципе, о чем здесь говорится. Оно может быть рекомендовано для снижения злокачественного потенциала опухоли за счет гибели анаплазированных хорошо оксигенированных клеток, тотальное повреждение субклинических очагов опухоли, уменьшение объема, ограничение, экупирование воспалительного отека вокруг опухоли, снижение биологической активности опухоли, уменьшение риска развития локальных рецидивов, создание более благоприятных условий для оперативного вмешательства, по сути, третье и пятое – это одно и то же, и уменьшение перифокального отека, формирование вокруг опухоли сложной капсулы, более четкое ограничение опухоли от окружающих здоровых тканей. Таким образом, послеоперационная лучевая терапия может быть рекомендована для разрушения гипотетически диссеминированных в ране опухолевых клеток, для предупреждения развития рецидивов и метастазов, а при нерадикальных операциях – для воздействия на оставленную опухолевую ткань. Основными послеоперационными дозами является при АМРТИС методе лучевая терапия на ложе удаленной опухоли подводится разовая очаговая доза 2 Грея при суммарной очаговой дозе 50 с отступами краев 2-3 см, и при положительных краях подводится доза 60-70 Грея. В ряде случаев это рассматривается, может быть, даже как бусты, чтобы не было серьёзных осложнений. Вот этот слайд характеризует больше в пользу проведения предоперационной лучевой терапии. Если вы обратите внимание на правые картинки, здесь в процессе предоперационной лучевой терапии выполнялось оконтуривание опухолевого очага, и все практически радиационные онкологи, они достаточно чётко и точно выполняли это оконтуривание. Это говорит о том, что при проведении планирования мы можем очень чётко, даже практически на субмиллиметровой точностью спланировать проведение лучевой терапии. С левой стороны, с картинки, там уже радиационные онкологи, причём достаточно квалифицированные, проводили оконтуривание послеоперационного ложа. И вот если вы посмотрите, вот красный, синий, зелёный, это говорит о том, что сформировать поле в послеоперационном периоде, так называемое ложе опухоли, это достаточно сложно. И поэтому вот в данной ситуации, так сказать, преимущество лучевой терапии именно на предоперационном лечении. Я уже как сказала, что это проводится за короткий период времени, можно подводить достаточно высокие дозы, независимо от морфологической верификации опухолевого процесса. Если бы предоперационная лучевая терапия не была связана с таким большим количеством осложнений, то, наверное, предоперационная лучевая терапия, она перетянула бы на себя использование именно этого метода лечения. Если говорить о предоперационной стереотоксической лучевой терапии, сейчас достаточно только одна серьёзная группа, она работает в Соединённых Штатах под руководством Кубичика, они разрабатывают методы лучевой терапии и пришли к выводу, что наиболее правильным, наиболее целесообразным это использование проведения 5 фракций по 5 ГРЭЙ с подведением дозы в центре опухоли до 7 ГРЭЙ, суммарная очаговая доза 25 ГРЭЙ и, естественно, в центре опухоли 35 ГРЭЙ. Данный слайд, он как раз и характеризует, что сейчас стоит вопрос именно выбора метода стереотоксической лучевой терапии. Какие подводить курсы? 5 по 5 ГРЭЙ, 5 или по 3,5 ГРЭЙ, или 8 фракций по 3,5 ГРЭЙ? Если вы посмотрите, то весь этот график показывает, что они биологически эквивалентны тому классическому фракционированию по 2 ГРЭЙ 25 фракций. По радиобиологическому эффекту они все будут схожи. В настоящее время мы сейчас используем сочетание пред- и послеоперационной лучевой терапии. Предоперационная лучевая терапия, она рассматривается как стереотоксическое лечение. Мы используем 5 фракций по 5 ГРЭЙ с последующим выполнением хирургического лечения и потом проведение дистанционной лучевой терапии в режиме классического фракционирования. Извините, я это пропускаю. Сочетание предоперационной и послеоперационной и послеоперационной терапии, оно характеризует уменьшение опухолевого объема, снижение биологической активности опухоли, точное определение топографии очага, уменьшение длительности лучевой терапии. И самое немаловажное, мы считаем, что проведение стереотоксической лучевой терапии, оно может быть как своеобразная вакцинация пациентов при саркомах, потому что основная беда пациентов при саркомах мягких тканей это диссиминация процесса, и чаще всего пациенты погибают именно от этого, от диссиминации. Также послеоперационная, лучевая предоперационная, патоморфологическое заключение, возможность подведения очень высокой суммарной дозы, уменьшает риск тяжелых осложнений. В данной ситуации мы здесь уже понимаем радиобиологические возможности. Достаточно изучен режим подведения дозы и планирование с учетом риска суплинических изменений. Вот этот слайд характеризует то, что сейчас мы достаточно активно используем, у нас есть такая программа, проведение предоперационной лучевой терапии. Обратите, пожалуйста, внимание, здесь показано, что опухоль очень четко оконтурена, здесь подводится 5 фракций по 5 грей, суммарная очаговая доза 25, в центре 35 грей. Изодозное распределение при предоперационной стереотоксической лучевой терапии, когда основная масса опухоли получает достаточно высокую дозу. И послеоперационная лучевая терапия, когда мы стараемся, конечно, планировать по тому, как клипировано ложе опухоли хирургами, объемы облучения здесь значительно больше, но и доза здесь другие. Разовая очаговая доза 2 грей, 25 фракций, суммарно до 50. Послеоперационной, вот вы видите, распределение и задозное распределение при дистанционном лучевом лечении. Говорить сейчас о каких-то предварительных результатах по поводу этой программы очень сложно, потому что у нас сейчас очень малочисленная группа, поэтому я бы не хотела останавливаться на этом вопросе. Самое главное, что эта программа, она имеет большую дальнейшую больную жизнь, и мы, в принципе, как бы достаточно работаем над предоперационной лучевой терапией. Хотела вам показать в пользу проведения стереотоксической лучевой терапии один клинический пример. У нас был пациент 64-х лет, у которого была липосаркома, заброшенное пространство, правда, это был рецидив. Было два узла. Один узел был небольших размеров, второй узел достигал достаточно больших размеров, и поэтому на вот этот маленький узел мы провели стереотоксическую лучевую терапию, 5 фракций по 5 грей до 25, и вторым этапом мы проводили дистанционную лучевую терапию на вот этот большой узел, 25 фракций по 2 грея. Вот вы видите изодозное распределение при подведении, при проведении стереотоксической лучевой терапии на небольшой, на первый очаг, и это изодозное распределение большого очага. И что нужно сказать, что когда мы на середине проведения дистанционного компонента выполнили компьютерную томографию, то заметно было уменьшение первого очага, на который была подведена стереотоксическая лучевая терапия. А проводя дистанционную лучевую терапию, этот очаг, который был больших размеров, он наоборот еще больше увеличился в размерах. То есть это говорит в пользу стереотоксиса именно короткие сроки и большие дозы. Ну здесь вот как раз видно, что классическое фракционирование, очаг был небольших и в процессе дистанционно, потому что это 25 фракций, это 5 недель, за это время опухоль еще больше увеличивается в размерах. Поэтому я хотела бы сказать, что мы сейчас достаточно активно стараемся использовать стереотоксическую лучевую терапию. Опять повторюсь, потому что это короткие сроки, высокие дозы, опухоль становится уже менее агрессивная и в ряде случаев, в большинстве случаев уменьшается в размерах, что дает возможность проведения радикального хирургического лечения и в ряде случаев даже органосохраняющей операции. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok